Литературный чтение Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук. И сегодня наша книга поможет многое узнать и многому научиться. Читая произведения Муканова «Родная степь», мы узнаем, как расцветает степь летом. Научимся читать произведения с пометками, составлять и заполнять таблицу. Сегодня мы будем читать про степь, рассматривать иллюстрации степи. И весь наш урок будет посвящен ей, самой яркой представительнице природы Казахстана. На уроке «Познание мира» вы познакомились с растительным и животным миром степи. И вы знаете, что выглядит она, как огромное поле с ярким разнотравьем. В степной зоне царит солнечная, сухая погода. Горячие и сухие ветры могут переходить в сильные пыльные бури. Лето в степи длинное и засушливое. Дождь здесь явление редкое. Зима длится недолго. Весной степь просыпается. Сильные ливни увлажняют почву, и она покрывается ковром ярких степных цветов. Откройте учебник на странице 26. Сегодня мы будем читать текст с пометками. Давайте прочитаем, что такое чтение с пометками. Прием чтения с пометками обеспечивает вдумчивое и внимательное чтение текста. Он делает зримым процесс накопления информации, прокладывает путь от старого знания к новому. Для работы с текстом вам необходим простой карандаш. Обратите внимание на пометки, которые мы будем использовать при чтении текста. Начнем чтение текста «Степь летом». Прочитаем рассказ без пометок. «Степь летом». Начало лета – полный рассвет степной растительности. В это время она представляет роскошный цветной ковер. Потом появляются седые пучки ковыля, похожие на развивающийся по ветру конский хвост. Недолго длится в степях рассвет природы. Быстро приходит вторая половина лета. Почва в степи под влиянием жгучих лучей солнца становится твердой, как камень. Дождь выпадает редко. В конце лета вся растительность в степи засыхает. Субтитры подогнал «Симон» А сейчас мы вернемся к цели нашего урока и поработаем с этим текстом. Обратите внимание на пометки, которые мы при чтении пропускали. Для того, чтобы понять, что мы из этой информации знаем, что для нас новое и интересное, мы с вами составим и заполним таблицу. Обратите внимание на таблицу, которую нам предстоит заполнить. Эту таблицу необходимо заполнить соответственно пометкам из текста «Степь летом». Посмотрите, вот такая таблица у вас получилась. Заполнив эту таблицу, мы с вами можем точно сказать, что мы уже знали, что было нового для нас, о чем мы думали иначе и с чем нужно разобраться. Поработаем с рассказом, который называется «Родная степь». Рассмотрите иллюстрацию. Какое время года в степи изображено? Над первым абзацем мы поработаем вместе. Давайте прочитаем первый абзац. Снег в степи начинает таять в первой половине апреля. Талые воды задерживаются в небольших впадинах и образуют круглые озера. В солнечные дни эти озера блестят в степи, как блюдца на большой зеленой скатерти. А сейчас поработаем простым карандашом. Помните, пометки надо делать аккуратно, сильно не надавливая на карандаш. После того, как сделали пометки в тексте, занесите их в таблицу. Продолжите работу с пометками. Заполните таблицу. Эта таблица поможет вам более глубоко понять содержание произведения. Мы читали и работали над рассказом Сабита Муканова «Родная степь». Как автору удалось так интересно написать о степи? Давайте познакомимся с его биографией. Муканов Сабит Муканович – классик казахской литературы, академик, писатель. С ранних лет он начал писать рассказы и стихи. Получив образование, Сабит Муканов начал свою трудовую деятельность в Казахском государственном издательстве художественной литературы. Произведения писателя переведены на многие иностранные языки и их знают далеко за пределами Казахстана. Продолжим работу с рассказом Сабита Муканова. Найдите, пожалуйста, в рассказе предложение о птице, которая живет в степи. Жаворонков у нас называют соловьями степи. Обратимся к рассказу. Вы заметили, что автор пишет о ягоде, которая растет только в степи. Что это за ягода? Найдите это описание в тексте. Земляника – единственная ягода, которая растет в степи. Какая она душистая и вкусная! Заберешься в густой ковыль, раздвинешь в разные стороны его стебли, и перед глазами откроется бесчисленное множество крупных розовых ягод. Трудно тогда оторваться от этого вкусного угощения. А теперь давайте проверим себя. Выберите верные ответы. Родная степь Сабита Муканова – это статья, рассказ или стихотворение. Верно, это рассказ. Определите стиль текста – художественный стиль или научно-познавательный стиль. Правильно, текст написан в научно-познавательном стиле. Прочитать внимательно и выразительно рассказ Сабита Муканова «Родная степь». Прочитайте этот рассказ, используя чтение с пометками. Наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова